Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о самых ожидаемых играх с открытым миром, которые уже вышли или скоро появятся на горизонте игровой индустрии. И перед тем, как начну, напомню, что по ссылкам в описании можно найти игры дешевле, чем в Стиме и других похожих платформах. Ну а теперь давайте начинать! Once Human – многополитская игра на выживание в постаполитическом мире. Внезапные осадки загрязнили окружающую среду звездной пылью. Растения, люди и животные мутировали в смертоносных существ. Воду без обработки пить нельзя, овощи, выращенные без инфекции, не рекомендуется. Вирус, которыми они были заражены, истончает мозг, вызывает истощение организма и болезни. В процессе прохождения персонаж будет испытывать голод и жажду, но только ему решать, хочет ли он брать дары природов, пищу, или лучше этого не делать. Он сам способен построить дом в любом понравившемся стиле. Это будет его база, где он сможет безопасно спать, есть и пить. Главный герой не просто исследователь затерянных земель. Он должен ответить на главный вопрос игры. Что такое звездная пыль и какие задачи она выполняет на этой планете? Ни одна поездка не будет безопасной. Мутанты готовы атаковать в любой момент, поэтому вы всегда должны быть готовы отразить атаку и убить монстра. В этом мире есть несколько фракций, и не все дружелюбны к соседям. Одни будут жестокими и чистолюбивыми, другие помогут и окажут содействие. Снадрежение дробевики и пулеметы можно комплектовать по чертежам. Они должны полностью удовлетворять потребности охотника и защищать от неожиданного нападения. Ваш герой – это мета-человек, переживший глобальную катастрофу. Он способен выжить в постаполитическом мире, если заранее позаботиться о своей защите. Skull and Bones – это пиратский симулятор и одновременно приключенческий экшен о мореходстве, в котором вам придется бороздить моря, сражаться с пиратами за наживу и выполнять многочисленные задания. Событие игры происходит в период золотой эпохи пиратства, когда пираты бороздили моря и океаны, путешествовали, грабили, веселились, искали сокровища и просто жили полноценной жизнью. Ну а вы же будете играть роль капитана небольшого пиратского судна и должны будете отправиться в огромный открытый мир на поиски реальных приключений. К сожалению, на данный момент о сюжете практически ничего не известно, но на самом деле сюжет тут и не потребуется, ведь главная особенность этой игры – это ее геймплей, в основе которого лежат морские путешествия, сражения, сокровища, удивительные истории и многое-многое другое. Отправляйтесь в путешествие и окунитесь в мир реального пиратства. Огромный открытый мир – это главная особенность этой игры. Вы будете путешествовать по огромному открытому миру, состоящему из пиратских бухт, припортовых городов, островов и вы сами будете решать, когда и куда направиться, что делать и как себя вести в отношениях с другими пиратами. Более того, тут вы сможете заниматься полноценным пиратством и брать на абордаж другие судна, путешествовать под флагом разных фракций, сражаться с солдатами прямо посреди океана и делать в принципе все, что вам захочется. Everywhere – это приключенческая игра с открытым миром, которая позволяет исследовать огромный и красивый мир, наполненный бесконечными возможностями. Находясь в потрясающей динамичной среде, вы можете свободно бродить, исследовать, раскрывать скрытые секреты, встречая на своем пути различные препятствия. История сосредоточена вокруг группы персонажей, которые пытаются найти свое место в мире. Игроки смогут управлять различными персонажами, каждый из которых обладает уникальной личностью, историей и способностями. Среди них Ава – молодой ученый, стремящийся разгадать тайны мира. Маркус – бесстрашный воин, решивший защищать свой народ. И Киара – искусственная воровка, которая всегда находит способ получить желаемое. По мере прохождения придется сталкиваться с различными испытаниями, которые проверят их навыки и способности. Можно собирать предметы и ресурсы, создавать оружие и инструменты, а также осваивать новые навыки, которые помогут им выживать. Игровой мир обширен и разнообразен, а различные локации предлагают уникальные задачи и возможности для исследования. Имеются локации, которые доступны для посещения, такие как разросшийся город Новый Эдем, густые и опасные джунгли затерянных земель, а также таинственные и жуткие руины Старого Света. Everywhere – это эпическая приключенческая игра, которая предлагает бесконечные возможности и часы, захватывающие геймплея. Благодаря потрясающим визуальным эффектам, захватывающим построению мира и разнообразному составу персонажей, она обязательно увлечет и развлечет игроков на долгие часики. Сталкер «Сердце Чернобыля» – долгожданный шутер от первого лица, принадлежащий к серии компьютерных игр, посвященной мистическим событиям, происходящим в районе Чернобыльской атомной станции. Зона отчуждения – это территория, оставшаяся после страшной катастрофы на атомной электростанции в Припяти. Окружающая местность на мгновение становится пустынной. Здесь огромное количество артефактов, ужасающих мутантов, сталкеров и хорошо вооруженных военных. Скорее всего, вы знакомы с этой вселенной по многочисленным книгам и играм, в которых раскрыты многие секреты и тайны этого непредсказуемого места. Но несмотря на это, технологии развиваются стремительно, ведь время не стоит на месте, и даже эта вселенная, которая в некотором роде уже изобретена, начинает развиваться заново, захватывая все новые и новые территории, и все более страшное и кровожадное зло выходит на свет. Игровой мир, полюбившийся игрокам, станет в несколько раз больше и обширнее. Он будет жить собственной жизнью, даже когда игрока не будет в этой игре. Конечно же, мы сможем наблюдать динамичную смену погоды и временность суток, что непременно порадует похоронников и захватит их воображение. А улучшенная next-gen графика дополнит выдержанную атмосферу постапокалипсиса, где нашлось место как необъяснимым аномалиям, так и живописным пейзажам дикой и навсегда заброшенной природы. Evout – это ролевая игра от первого лица, действие которой разворачивается в фантастическом мире магии и тайн. Действие игры происходит в вымышленной стране Eora, населенной разнообразными фантастическими существами и фракциями. Сюжет вращается вокруг протагониста, стремяющегося победить освободившееся из тюрьмы зло. Главный герой известный как наблюдатель – опытный воин, обладающий способностью видеть души других людей. Наблюдателю поручено расследовать причину появления зла, постигшего землю, из-за чего он должен путешествовать по разным территориям, чтобы найти подсказки и победить врагов. Геймплей Evout представляет собой смесь боя от первого лица и ролевой механики. Тут реализована глубокая и настраиваемая система создания персонажа, позволяющая геймерам выбирать из множества классов, навыков и способностей. Также реализовано разнообразное оружие, включая мечи, луки и магические заклинания, которые можно использовать в бою с врагами в режиме реального времени. Одной из самых уникальных особенностей игры является возможность произносить заклинания с помощью жестов рук. Геймеры могут использовать комбинацию движения рук и произнесение слов для создания мощных заклинаний, что позволяет создать глубокую и захватывающую магическую систему. Unshrouded. Захватывающий приключенческий экшен, где тебе предстоит взять на себя роль правителя королевства, погруженного в гущу загадочного тумана, который несет в собой быстрое и беспощадное уничтожение всего живого на своем пути. Игра сразу привлекет внимание своим кооперативным режимом, где до 16 игроков могут сразиться за спасение королевства. Вместе с друзьями можно не только эффективно противостоять туману, но и создать стратегии, которые помогут вам в борьбе с многочисленными врагами. Одним из ключевых элементов игры является система крафта. Здесь ты сможешь не только создавать уникальные постройки, но и улучшать свой арсенал новым вооружением. Каждый элемент снаряжения будет играть важную роль в своем выживании и в спасении королевства. Опасности, с которыми тебе предстоит столкнуться, велик. От коварных противников до безумных боссов, каждый будет тестировать твои навыки и стратегическое мышление. Постоянное усовершенствование навыков и боевых характеристик будет необходимо на протяжении всей игры. В путешествии по вершинам гор и пустынным территориям ты будешь добывать ценные ресурсы и раскрывать мрачные тайны, которые прольют свет на происходящее и могут стать ключом к спасению мира. С каждым шагом ты окунешься в атмосферу загадочности и опасности, не зная, что ждет тебя за следующим поворотом. Таким образом, Эншраудед обещает захватывающее путешествие в мире, наполненном тайнами и опасностями, где ты будешь играть ключевую роль в спасении королевства. Вивен Смит. Компьютерная игра, относящаяся к жанру приключений и экшена. Здесь предстоит погрузиться в открытый мир с интересным сюжетом от третьего лица. Главный персонаж обладает суперспособностями вроде умения ходить по воде, а также выполнять разнообразные трюки в воздухе. Событие игры разворачиваются на территории Китая в 10 веке. Молодой парень, который всю жизнь занимался фехтованием, решает отправиться в увлекательное путешествие, чтобы посмотреть мир. Окружающая среда оказывается не совсем благоприятной для главного героя, поэтому он быстро наживает себе врагов, которые готовы снести ему голову с плеч. Игрок должен управлять странствующим парнем, который обладает навыками фехтования. С помощью определенных комбинаций можно наносить комбо-удары сопернику, а также вмешиваться в судьбу других людей, защищая их своим оружием. По пути к главному персонажу будут встречаться различные антагонисты в виде монстров, людей и даже диких зверей, которые недружелюбно относятся к чужакам. Игрок может выбрать свою стратегию и решить, спасать только себя, либо же помочь другим людям, которые оказались в сложной ситуации. Test Drive Unlimited Solar Crown – это гоночная игра с открытым миром, действие которой происходит на острове Оаху, Гавайи. Геймеры берут на себя роль начинающего гонщика, стремящего сделать себе имя и подняться по карьерной лестнице в гоночном сообществе. Здесь представлен широкий выбор автомобилей и мотоциклов, обладающих уникальными характеристиками управляемости и производительности. Геймеры могут исследовать остров, открывать новые гонки и события, а также соревноваться с другими гонщиками в различных игровых режимах, таких как кольцевой, спринт, лап-кнок-аут и тайм-атак. Основная сюжетная линия представляет собой серию гонок и событий, где игроки должны их завершить, чтобы стать абсолютным гоночным чемпионом. По пути игроки столкнутся с целым рядом ярких персонажей, каждый из них имеет свою уникальную предысторию и мотивы. Одной из ключевых особенностей игры является возможность игрока настраивать свои автомобили и персонажи, используя широкий спектр деталей, улучшений и аксессуаров. Участники также могут настраивать свои дома, гаражи и даже покупать новые объекты недвижимости на острове, чтобы использовать их в качестве операционной базы. Hyper Light Breaker – это яркий плюшнический экшен с научно-фантастической вселенной и потрясающим открытым миром, где вам то и дело придется сражаться за свою жизнь со всевозможными тварями. Откройте для себя заросли, где зародилось начало всему живому в этом мире. Отныне это место представляет собой опасный дебрик, куда неподготовленному воину лучше не соваться. Также отныне вам предстоит отыскать спрятавшийся в чаще короля бездны и свергнуть его, но для начала придется очистить регионы от его приспешников. Действуйте в одиночку или соберите отряд из друзей, а после выдвигайтесь навстречу приключениям. Увлекательный игровой процесс затянет каждого, кому по душе динамичные схватки с противниками. Выберите приглянувшегося персонажа на основе его уникальных способностей, а после отправляйтесь в самую гущу событий. Ведь с десятками пассивных и активных навыков вы сформируете оригинальный боевой стиль и отточите его до совершенства. Оглянитесь вокруг, ведь перед вами огромный открытый мир со множеством тайн и загадок. Исследуйте его пределы и свободно перемещайтесь по нему в попытках отыскать затерянные сокровища. Нередко на вашем пути будут попадаться небольшие поселения, где местные жители с радостью поделятся с вами припасами и даже дадут парочку дополнительных заданий. Star War Outlaws — это приключенческий экшен с потрясающей графикой, событие которого развалчивается во вселенной «Звездных войн». Трудное детство Кей Вейс вынудило девушку с ранних лет заниматься воровством в попытке поддержаться на плаву и уцелеть в суровом мире. Теперь она оказалась в центре военных действий и сделает все возможное, чтобы выбраться из сложившейся ситуации и обрести долгожданную свободу. Сопроводите ее в этом нелегком путешествии, побывайте на самых разных планетах, а также примите участие в космических баталиях как с рядовыми негодяями, так и с флотом империи. Вселенная «Звездных войн» постоянно расширяется, и на этот раз геймерам представят нового персонажа мира. Интересно то, что написанный сюжет хоть и связан с миром «Звездных войн», но не имеет четкой привязки к нему, из-за чего даже незнакомые с оригинальными фильмами игроки смогут почувствовать историю и понять происходящее через грамотно выстроенный сюжет. Игровой процесс весьма разнообразен и динамичен, из-за чего вы не заскучаете даже по прошествию нескольких десятков часов. Помимо основной сюжетной кампании, вас ожидают десятки второстепенных заданий, поэтому вы точно найдете задания себе по вкусу. С их помощью вы сможете как заработать средства на улучшение приобретений, так и опыт для прокачки характеристик персонажа. Все это вам очень сильно пригодится, ведь постепенно сложность в игре будет только увеличиваться. Надеюсь, что мой топ-10 игр с открытым миром вдохновил вас на проведение новых тайтлов для игры и погружение в увлекательные миры игровой индустрии. Будьте готовы к эпическим приключениям и захватывающим открытым мирам. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередные подборки. Увидимся уже в следующем видео. До новых встреч и всего хорошего!